Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Подростки расспрашивают больше о его увлечениях, интересах и кем бы Сергей Корнеленко стал, если бы не спортсменом. Футболист искренне отвечает, стал бы тренером или школьным учителем. Хочется свои эмоции, какой-то свой позитив им передать и все сделать для того, чтобы они были счастливые, здоровенькие и просто почаще улыбались. Поэтому это вообще не сложно, это никакого вообще труда и каких-то усилий для этого я не прилагаю, это все от сердца, все от души. Футболисты и тренеры Крыльев Советов – частые гости в школе преодоления. Это не случайно, футбол здесь в приоритете. Тренируются три команды, играют младшие, средние и старшие юноши. Они ежегодные победители и призеры популярных всероссийских детских турниров «Лето с футбольным мячом» и «Кожаный мяч», а также областной спартакиады. Помогают им в этом советом и мастер-классами профессиональные спортсмены. Футболисты Крыльев Советов очень любят детей, а наши дети очень любят футбол. Мальчишки знают футболистов, мальчишки знают весь календарь игры, игр нашего родного футбольного клуба. И они всегда готовы прийти и поболеть, и покричать, и порадоваться за успехи нашей команды. Ну и вместе с ними переживать, если вдруг какое-то разочарование или поражение команды в турнире. Школьники преодоления – фанаты Крыльев Советов. В школе есть стенд, посвященный любимой команде – мальчишки, частые гости на тренировочной базе клуба. А когда их кумиры приезжают к ним в гости, то, конечно, без автографа и фотосессии не обходится ни одна встреча. Звезды самарского футбола покидают школу только после того, как все ребята получили подарки. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова